здравствуйте друзья что когда вы подключитесь у нас сегодня второй день марафона будем сегодня работать над стихотворением поля верлена и плю и плюда мокер здравствуйте уже вижу и плюда мы уже уже вижу максима ирина елену ольгу не могу прочесть имена сейчас подождем пока все присоединятся марафон мы проводим вместе с библиотекой иностранной литературы и франкотекой спасибо большое за организацию спасибо за поддержку за помощь будет на 3 стихотворение одно стихотворение уже прошло это было в понедельник нет это было во вторник сегодня на четверг следующее створение будет уже воскресенье последние всего три стихотворения их нужно красиво прочесть перевести прислать нам на почту разместить в stories и отметить библиотеку франкотеку и нас но правил можете почитать там такая картиночка есть мультяшная можете у нас посмотреть в ленте то есть увидите меня такую нарисованную если вы не узнали то это я поэтический марафон и можете прочитать все условия не обязательно торопиться до 15 числа у вас есть возможность это сделать с 15 по 19 мы выберем мы уже выберем победителей и будете еще голосовать вы то есть кому интересно вижу александр присоединился наталья так еще подождем как я буду работать я прочитаю сначала стихотворение медленно потом по слогам вы повторяйте за мной потом по строчкам потом побыстрее еще быстрее будет сам последний этап до этого будет этап где я буду рассказывать про то что сложно как мне кажется то есть постараюсь вас предостеречь от каких-то ошибок дам какие-то советы разные вот ваше створение я уже слушаю но пока мне не было времени дать комментарии я думаю что даже не знаю сегодня не буду обещать на завтра будет больше времени завтра пятница я возьму несколько стихотворений и запишу видео где я их комментирую потом их выложу чтобы вы слышали какие ошибки делают другие но это может могут быть даже не ошибки это какие-то небольшие такие аспекты если мы их улучшим то будем более красиво говорить с большим каким-то французским шармом двора либо начну вот нас уже божих божих воля я начну и в общем все равно в любом случае вы сможете посмотреть это в думаю что везде можете посмотреть в инстаграме тут будет около суток вот этот вот эфир сохранен а так на нашем канале youtube подписывайтесь школа французского языка там будет два варианта вариант который вот я сейчас с вами говорю еще отдельно записывается на экран телекомпьютера где вместе с презентацией так что у вас будет возможность посмотреть в инстаграмчике там только минутка видео или большая вот может быть там три минуты 4 максимум не очень удобно ищите на ютубе вала на и социальных тоже лиза светлана пресняться надежда вала вон у него он комменс я комменс и леплорда мукою коммит плытью вла вилла келли сет ленкер кипенетре манка у брюйду до лапу и партер и сурлит твое поран керки сануи о лёшон до лапу и и плыра сан рэзон донсо керки сэкер куа нюльтра изон сэдэй и сан рэзон сэбьям лапиро пэн дону савар пурква сан замур и сан зэн монка а тон дэ пэн я очень люблю из творения на 10 грустно но жизненное мне кажется это был поле верлен на и для по слогам теперь читаем я читаю маленькими кусочками по слогам и вы за мной повторяете пара смотрите пожалуйста на то как я артикулирую вот сейчас я уже слышал стихотворение так некоторые пытаются тонусно произнести что губы слишком зажаты и когда вот малейшая разница между закрытым и открытым звуком она уже не совсем удается потому что губам очень сложно закрытого положения напряженного сразу на открытый перейти то есть вот этому надо учиться сильно не напрягайтесь и смотрите как делаю я если трудно посмотрите нас тоже на сайте есть там на канале фонетика и упражнения разные то есть вот с пробкой с карандашом попробуйте потому что нужно подготовить ваш очевой аппарат тому чтобы все вот двигалась максимально хорошо его у него или на сайте как он плеет на улице Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Eau bruit, doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur. Qui s'ennuie au lechon de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur. Qui s'ennuie au lechon de la pluie. Quoi ? Nulle trahison. Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine. Mon cœur a temps de peine. Кто к нам присоединился и не знает, что мы делаем, мы разбираем стихотворение «Il pleure dans mon cœur». Теперь по строчке читаем. Некоторые, наверное, строчки я разделю, хотя они маленькие. Посмотрим сейчас. За мной повторяйте, делаю паузы. «Il pleure dans mon cœur». Вы пиваете его. Этот звук, эту фразу, даже натянуть прям. «Il pleure dans mon cœur». Не должно быть вот таких вот «il pleure dans mon cœur». Вот так рубить нельзя, это по-русски получается. Максимально плавно. Ещё раз. «Il pleure dans mon cœur». C'est диньем. «Comme il pleure sur la ville». «Comme il pleure sur la ville». «Quelle est cette langueur?» «Quelle est cette langueur?» «Qui pénètre mon cœur». «Au bruit doux de la pluie». «Au bruit doux de la pluie». «Par terre et sur les toits». «Par terre et sur les toits». «Pour un cœur qui s'annuit». «O le chant de la pluie». «O le chant de la pluie». «Il pleure sans raison». «Il pleure sans raison». «Dans ce cœur qui s'écœure». «Quoi?» «Nulle trahison». «Quoi?» «Nulle trahison». «Ce deuil est sans raison». «Ce deuil est sans raison». «C'est bien la pire peine». «C'est bien la pire peine». «De ne savoir pourquoi». «De ne savoir pourquoi». «Sans amour et sans haine». «Sans amour et sans haine». «Mon cœur a tant de peine». «Mon cœur a tant de peine». «Et voilà». И моменты, на которые я хотела бы обратить внимание. Во-первых, здесь очень много открытых «e». Вот таких прям, чтобы рот вот такой был «e». Повторяйте за мной. «Pleure». «Вы должны посмотреть на себя в зеркало, и у вас прям должны два-три пальца. «Pleure». «Вот так быть». «Вам кажется, может быть, что вы открываете рот». «Это не факт, что так». «Смотреть на себя в зеркало, смотреть на себя в телефон, может быть». «Pleure». «Прям рука им помогать». «Дальше». «Cœur». «Ensuite». «Langeur». «Langeur». «Ensuite». «Cœur». 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 «Первый «c» закрытый», «второй открытый». «Cœur». «Ensuite». «Deuil». «Когда будете читать стихотворение», на эти моменты обращайте внимание, рот должен открываться. «Дальше». «Закрытый звук». «Не путайте». «Плеу». 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 «Открытый». «Открытый. «Открытый». «Посмотрите, пожалуйста, две последние строчки». «Там звук «н». «Нам кажется, что он легкий». Но когда я слышу, вот ученики произносят, вижу, что не совсем он такой. Чтобы произнести хорошую N, вам нужно кончиком языка дотронуться до зубов здесь. Не в коронавирус будет показано, не трогайте свой рот. Ну, в общем, вот так. Наверх, она должна быть звонкая. Она максимально такая тоненькая, не то, чтобы там язык такой толстый туда, а вот прям кончиком. Запишите себя на аудио, сами послушайте, звонко-незвонко, тонко там или нетонко. Ensuite, вот эти все связки, не забудьте. Не разрубайте «кель», «э» не так. Ensuite, в принципе, все. То есть в французском языке, если бы человек не говорил на французском языке, я бы сказала, что это вообще одно слово, такое длинное, непонятно где. И вы должны, наоборот, этому еще этот эффект, наоборот, усиливать. «Се дэээ и са рэзон», «де не знаю, почему», «санзамор и сон эн», и так далее. Voilà. Bon. Ensuite, закрытый «о». Это, например, «о» – брюй. Оно здесь, видите, тут еще такой сингфлюфлекс. «О» – брюй. «О» – лэшан. Это вот сюда нужно отправить. Максимально старайтесь. Звуки «у». Слышала в предыдущем стихотворении, у вас там было У очень похоже на У Я не помню у кого, но, в общем, вам нужно У тоже сюда А, А, МУР Можно даже рот закрыть, и вот тут должна быть вибрация АМУР, АМУР, У, У Вот такая красивая У, она не как наша У Не как, например, КУ-КУ, нет, это не такая, это У, У Такое прямо здесь глубокое, пытайтесь И последнее, мне очень нравится звук Э, Э Вот такой, немножко губы такие, Э И тут это, ДЕ, НЕ, САВАР ПУРКОЙ Или, например, ЛЕ, ШАМ, ЛЕ Это именно французский звук, они даже когда думают, у них вот такая форма рта Они, Э, вот так делают, так что вам это нужно Округленные губы на этот звук Ну, Je pense que c'est tout Вытягивайте, помните, вот это КЁР, ВИЛЯ Такой вот прям тягучий звук И всегда наверх оставляйте, чтобы он не падал Вот, чтобы ощущение возникало, что даже какой-то вопрос возникает И, БЕ, сейчас читаю все стихотворение, вы просто слушаете, а уже дом будете отрабатывать И, БЕ, САВАР ПУРКОЙ САВАР ПУРКОЙ САВАР ПУРКОЙ САВАР ПУРКОЙ САВАР ПУРКОЙ САВАР ПУРКОЙ И ВОЛЯ Второй день закончен По крайней мере для меня стихотворение я вам прочитала И ВОЛЯ Спасибо большое Стихотворение я читаю у себя на компьютере Эти стихотворения все у нас опубликованы Будут еще опубликованы в социальных сетях Наверное, кусочек от этого видео я все-таки в минутку сделаю Последнюю минутку, где я полностью его читаю и тоже размещу В любом случае это Если что, вот не терпится вам полчаса То ищите его в интернете На нашей странице это легко найти Au revoir, à bientôt, on se voit Скоро с вами увидимся В общем, я где-то выйду в эфирчик Буду комментировать другие видео À bientôt